С 13 по 15 января новогодняя супер ликвидация шуб от 10 тысяч рублей. Скидки всем покупателям. Дворец культуры города Апатиты. Это прогноз погоды и я его ведущая Анна Базлева. Здравствуйте. Зима вот уже полтора месяца, а снежные сугробы еще не так велики, как было в пару последних лет. Это отмечают и местные жители, и приезжие гости. Поэтому завтрашний прогноз с обильными осадками редкий для этого сезона. В Кировский снег пойдет во второй половине дня. До этого погода будет ясная. Температура воздуха утром минус 10, к вечерам потеплеет до минус 4. При этом поднимется ветер, и в вечернее время велика вероятность тумана. В Апатитах примерно такая же картина дня. Температура воздуха будет меняться от минус 11 до минус 2 градусов. Легкий южный ветер к вечеру усилится. Причем настолько, что порывы его будут достигать 18 метров в секунду. И снег здесь пойдет ближе к вечеру. Свой северный характер покажет погода и в столице Кольского Заполярья. Там юго-западные ветра начали дуть еще со вчерашнего дня. И в среду продолжают набирать силу. Что касается температуры воздуха, завтра в Мурманске утром минус 10, к вечеру 0 градусов. Возможен кратковременный снег. В Кандалакше всего минус 8, минус 1, тоже ветрено. И в вечерние часы ожидается снег. Атмосферное давление пониженное. Длительность светового дня на широте Кировска и Апатитов 12 января составит 3 часа 7 минут. Продолжаются святки. Это народные зимние праздники, которые начались 6 января и продлятся до крещения. Православные христиане в этот период прославляют Иисуса Христа. В эти дни люди ходят в храмы на богослужения. Принято проявлять милосердие, посещать больницы и детские дома. Подавать милостыню малоимущим. На этом у меня все. Берегите себя и своих близких.